Когда глава партии проходила мимо дворника, он перестал работать, но, пропустив мимо себя Катаржан, быстро начал пылить метлой на политических. — Погоди, болван! — громко крикнул конвойный. Споткнулся и чихнул. Партия свернула за угол, в улицу, которая спускалась к реке. Дворник усердно гнал вслед арестантам тучи пыли. — Клим знал, что на реке арестантов ожидает рыжий пароход с белой полосой на трубе, рыжая баржа. Палуба ее покрыта железной клеткой, и баржа похожа на мышеловку. Возможно, что в такой мышеловке поедет и брат Дмитрий. Почему он стал революционером, брат? В детстве он был бесцветен, хотя перед взрослыми обнаруживал ленивенькое, но несгибаемое упрямство. А в играх с детьми — добродушие дворового пса. Нехаева верно сказала, что он человек невежественный. Тело у него тяжелое, неумное. Революционер должен быть ловок, умен и зол. Вдали еще был слышен лязг кандалов и тяжкий топот. Дворник вымел свой участок, постучал черенком метлы об улыжник, перекрестился, глядя вдаль туда, где уже блестело солнце. Стало тихо. Можно было думать, что остробородый дворник вымел арестантов из улицы и из города. И это было тоже неприятным сновидением. Под вечер в темной лавке букиниста Клим наткнулся на человека в осеннем пальто. «Извините, это вы, Самгин», — уверенно сказал человек. Даже и после этого утверждения Клим не сразу узнал Томилина в пыльном сумраке лавки, набитой книгами. Сидя на низеньком, с подрезанными ножками стулья, философ протянул Самгину руку, другой рукой поднял с пола шляпу и сказал в глубину лавки кому-то невидимому. «Рубль тридцать достаточно. Пойдемте, Самгин, ко мне». Смущенный нежеланной встречей Клим не успел отказаться от приглашения, а Томилин обнаружил несвойственную ему поспешность. «Когда роешься в книгах, время течет незаметно, и вот я опоздал домой к чаю», — говорил он, выйдя на улицу, морщись от солнца. В разбухшей, измятой шляпе, в пальто, слишком широком и длинном для него, он был похож на банкрота-купца, который долго сидел в тюрьме и только что вышел оттуда. Он шагал важно, как гусь, держа руки в карманах. Длинные рукава пальто смялись глубокими складками. Рыжие щеки Томилина сыто округлились. Голос звучал уверенно, и в словах его Клим слышал строгость наставника. «Что ж, удовлетворяет тебя университетская наука?» — спрашивал он, скептически усмехаясь. «Варвара Сергеевна», — назвал он жену повара, когда она, выйдя в прихожую, почтительно помогла ему снять пальто. Сняв пальто, он оказался в сюртуке, в накрахмаленной рубашке с желтыми пятнами на груди. Из-под коротко подстриженной бороды торчал лиловый галстук бабочкой. Волосы на голове он тоже подстриг, они лежали раздвоенным чепчиком, и лицо Томилина потеряло сходство с нерукотворным образом Христа. Только фарфоровые глаза остались неподвижны, и, как всегда, хмурились колючие рыжие брови. «Кушайте, пожалуйста», — уговаривала женщина, сдобным голосом подвигая Климу, стаканчая, сливки, вазу с медом и тарелку пряников, окрашенных в цвет железной ржавчины. «Замечательные пряники», — удостоверил Томилин, — «сама делает из солода с медом». Клим ел, чтоб не говорить, и незаметно осматривал чисто прибранную комнату с цветами на подоконниках, с образами в переднем углу и олеографией на стене. Олеография изображала сытую женщину с бубном в руке, стоявшую у колонны. И живая женщина за столом у самовара тоже была на всю жизнь сыта. Ее большое разъевшееся тело помещалось на стуле монументально крепко. Непрерывно шевелились малиновые губы, вздувались софьяновые щеки пурпурного цвета, колыхался двойной подбородок и бугор груди. Водянистые глаза светились удовлетворенно, и когда она переставала жевать, маленький ротик ее сжимался звездой. Ее розовые руки с пальцами, подобными сосискам, обладали силою магнита. Стоит им протянуться к сахарнице или молочнику, и вещи эти уже сами дрессированно подвигаются к мягким пальцам. Самовар улыбался медной понимающей улыбкой, и все в комнате как бы тянулось к телу женщины, ожидало ее мягких прикосновений. Было нечто несоединимое, подавляющее и даже фантастически странное в том, что при этой женщине в этой комнате, насыщенной запахом герани и съестного, пренебрежительно и усмешливо звучат слова. «Материалисты утверждают, что психика – суть свойства организованной материи, мысль – химическая реакция. Но ведь это только терминологически отличается от гелозаизма, от одушевления материи», – говорил Томилин, дирижируя рукою с пряником в ней. «Из всех недопустимых опрощений материализм самое уродливое, и совершенно ясно, что он исходит из отчаяния, вызванного неведением и усталостью безуспешных поисков веры». Бросив пряник на тарелку, он погрозил пальцем и торжественно воскликнул. «Повторяю, веры ищут, и утешение они истины, а я требую – очисти себя не только от всех верований, но и от самого желания веровать». «Чай простынет», – заметила женщина. Томилин взглянул на стенные часы и торопливо вышел, а она успокоительно сказала Климу. Он сейчас воротится, за котом пошел. «Ученое его занятие тишины требует. Я даже собаку мужа у мышьяком отравила. Уж очень выла собака в светлые ночи. Теперь у нас кот. Никитой зовем. Я люблю, чтобы в доме было животное». Поправляя шпильки в тяжелой челме темных волос, она вздохнула. Трудное его ученое занятие. Какие тысячи слов надобно знать? Уж он их выписывает, выписывает изо всех книг. А книгам-то счета нет. Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok